В чем заключается его труднодоступность? То есть, в принципе, я, к сожалению, взял только фотографии, но, в принципе, сейчас позволяют возможности, если посмотреть на глобус, посмотреть на карту, то мы знаем, где остров Сахалин, и чуть севернее острова Сахалина, собственно говоря, находятся эти Шантарские острова. То есть, реально туда можно добраться только на вертолетах. На вертолетах мы туда летали и на катамаранах. То есть, это плавсредство такое, с двойным корпусом судна, короче, достаточно сложная дорога. И дорога еще сложная тем, что, в принципе, вот в августе месяце там погодное окно, оно где-то 2 недели. То есть, льды ушли 2 недели, там еще можно, ну, 3 максимум. И через 3 недели опять льды подошли. То есть, вот у нас там из 11 дней мы там были, значит, из этих 11 дней, солнечных дней, не было в чистом виде, не было. То есть, постоянная облачность, постоянный туман. Туман немножечко рассосался, вот вокруг смотришь, просто потрясающая красота. Вот успел сюда сфоткать, успел сюда посмотреть. Все, через 15 минут этого ничего нету. Видимость на вытянутую руку, все. Но, в принципе, труднодоступность понятна. А простой вопрос. А зачем туда? Ради чего туда? Ну, объект номер один, вот то, на что действительно стоит посмотреть, это киты. Это гренландские киты. И они там находятся в прямом доступе. То есть, это вот как бы National Geographic, но в реал тайме. То есть, ты сидишь на берегу, и там дальше, я буду показывать эти фотографии, сидишь на берегу с чашечкой кофе, а в 30-40 метрах косатки обучают молодняк охотиться на китов. И ты вот четко просто видишь, как это происходит, тактика, как они там мамаши, малыша от этих подгоняют, как отбивают от стада кита поменьше, как этот кит от них уходит, как он защищается. Я об этом, обо всем расскажу. И это все вот так вот. И, естественно, у нас там ребята были, ну, как бы такая статусная команда очень была. Там было очень много ребят. Я просто как специалист по безопасности не рекомендовал таких вещей делать. Ну, а куда ж ты их? Несмотря на то, что температура воды там плюс 3, плюс 2, вот в этих пределах там плюс 4, это тепло. Они все-таки плавали с китами, там и ныряли, там и серфить пытались. Ну, короче говоря, как бы такой был прямой контакт с китами и с косатками. То есть, в принципе, местные животные относились к этим вещам дружелюбно, потому что мы не делали никаких резких движений, то есть все как бы было чинно и аккуратно. А, значит, но прежде чем я сейчас начну листать картинки, и по каждой картинке там немножко что-то буду говорить, тут вот еще такая фишка, что вот компания «Сплав» и я, вот, ну, про себя я немножко сказал, а теперь я хотел бы про себя и про компанию «Сплав». Мы дружим уже лет 25, наверное, с компанией «Сплав», вот, потому что было одно время, когда, ну, помните, время кирзовых сапог, брезентовых брюк и так далее и тому подобное. Вот, и если что-то и появлялось, какая-то снаряга, ай-кип, в основном шили сами, да, в основном шили сами там, так называемый самшит, самшит, самошвейки, короче говоря. Вот, а потом привозили из-за рубежа какую-то снарягу, и там, когда получал в руки что-то достойное, то, что помогало тебе там уйти подальше и побыть там подольше, вот, это вызывало такой восторг-восторг. Вот, а потом появилась компания «Сплав», которая одна из первых стала делать какие-то вещи такого хорошего уровня, ну, скажем так, для человека, не для, не просто для туриста, а для человека. Вот, и, собственно говоря, значит, вот эта динамика, я очень хорошо помню, и в этой динамике я вот как-то вместе с ними, вместе с ними был всю дорогу, а потом однажды просто я понял, что я просто с ног до головы полностью упакован во всю «Сплавовскую», и оно меня удовлетворяет, и с тех пор мы вообще закорешились только так. Вот, поэтому, а сейчас вот сколько, я где-то, где-то полгода я в «Сплав» не заходил, сейчас вот зашел сюда, там просто новые линейки, новые изделия, которых я никогда не видел, и с функционалом хорошим и так далее и тому подобное, поэтому компания «Сплав», респект и уважуха, растем отлично. Вот, и тут еще немаловажный момент заключается в чем? Что когда тебе холодно, голодно, дует, трясет, колотит и так далее, по большому счету не до красивостей, не до китов. Знаешь, когда, я же говорю, когда вот сидишь там на бережку за столиком, вот так вот в креселке с чашечкой кофе, тебе не дует, вернее, оно хоть и дует, но не продувает, хоть и сверху льет, но за шиворот не капает, то, в принципе, тогда начинаешь вокруг оглядываться, смотреть, находить что-то интересное, чудесное, прекрасное. Вот, и это очень сильно зависит от экипировки, очень сильно зависит от снаряги, от одежды, от того, что у тебя в рюкзаке лежит. Вот, и поэтому я периодически буду отвлекаться вот на эту вешалочку, там какие-то вещи рекомендовать, подсказывать, потому что, ну, для понимания, вот, для понимания вот по одежке. Скажем, вот у меня вот куртка, вообще волшебная куртка, я вон, ребята, помнят, я в ней практически все лето отбегал, да, потому что летом, там, на Алтае, скажем, там, резкоконтинентальный климат, днем, там, может быть, плюс 25, плюс 30, ночью температура падает, там, просто-напросто до 10, там, до 5 градусов, а это достаточно прохладно. А мне постоянно нужно было патрулировать периметр нашего глэмпа, там, я на горки сходил, через речку ходил, то есть нужно быть, и поэтому я вот в этой куртке практически все лето отбегал. А, значит, на мне, вот, допустим, там, это самое, куртка Торон, и фишка в чем заключается? Вот если надеть эту куртку, значит, на Торон, да, одни ощущения, то есть тепло, хорошо, не продувайка, вот я сейчас так вот шел, там, метель, да, дождик со снегом, там, ну, вот все прелести, как мы любим, там, где-то в районе нуля, плюс двух, да, ну, такая мерзопакостная погодка. И, в принципе, вот в этих двух вещах я себя прекрасно чувствовал, я шел пешком, да, ну, достаточно приличное расстояние. Но если бы, допустим, вот сейчас температура упала, да, допустим, там до, скажем, минус пяти и с тем же ветерочком, знаете, какой фортель можно было бы сделать? Поменять местами вот эту куртку и вот эту, то есть вот эту куртку в качестве ветрозащиты на утепленный слой, и вот так вот было бы, так понимаете, да? То есть когда знаешь, как пользоваться, да, как пользоваться, просто-напросто, во-первых, экономишь очень сильно место в рюкзаке, не берешь дополнительную шмотку, а за счет какой-то полезной шмотки, значит, просто-напросто добавляешь функционала, да, то есть это такой, ну, мелочь, но тем не менее она очень хорошо работает. Вот так что, ну, чтобы понятно было, это я зачем все говорю, где Шантары, где Гегельский, где Слав, каким боком и каким образом все это вот замиксовалось. Теперь снова возвращаемся к Шантарам. Значит, ну, если коротко, то на Шантары попасть можно через Хабаровск, через Комсомольск, значит, оттуда вертолетом, это быстро вертолетом, значит, либо же, либо же автобусами, автобусами, в принципе, до северной оконечности Сахалина, а там, в принципе, только катамаранами или теми же вертолетами. То есть это, в принципе, значит, если с автомобильным транспортом, то это езды будет где-то 14-16 часов. Если же на вертолете, то где-то там, ну, скажем там, ну, часа 3-4, потому что с посадочками, там, с дозаправками и так далее и тому подобное. Два ключевых момента – это бухта Ангачан и бухта Врангеля. Это вот эти два места просто, вот, что касается Шантары, их нужно запомнить, потому что Ангачан – это бухта, которая находится на материке, на материке, а Врангеля – это уже Шантары. Это Врангеля – это непосредственно то место, где, вот, собственно говоря, плавают киты. Вот, поэтому задача заключается в том, чтобы добраться до Ангачана, эта база там тоже будет, там, ребята говорят, что на ней каждый гвоздь золотой, потому что все, что там построено, там, оно доставлялось туда вертолетом. Итак, когда вы попадаете вот в это место, в это место, значит, ну, разные люди реагируют по-разному. Особенно прочувствовано реагируют наши Антарские острова те, кто хоть немножко там в школе там учебник географии там листал и так далее. Я это по себе очень хорошо знаю, потому что, когда представляешь, вот, глобус, да, и понимаешь, что вот здесь вот там население столько-то, вот здесь столько-то, здесь там поменьше, здесь погуще, а когда понимаешь, что вот в радиусе там 500 километров вообще живой души нету, это особое чувство, то есть это реально, ну, как бы, не просто малонаселенка, это ненаселенка. Вот, не говоря уже о каких-то административных органах, там, о каких-то там благах цивилизации, вот, про Макдональдс даже не говорю. Вот, поэтому, когда попадаешь в это место, ну, это обычная история, где-то первые трое суток это адаптационный период. Ну, да, там, жили в мегаполисе, там, значит, вся вот эта движуха, суета и так далее, а туда, когда попадаешь, вот первые сутки еще так же суетишься, 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 ну, по привычке, да, потом потихонечку градус падает, скорости падают, 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 и где-то вот на вторые, на третьи сутки начинаешь смотреть вокруг и понимаешь, где ты. И вот с этого места, собственно говоря, ну, в любом путешествии, по крайней мере, так у меня, начинаются вот эти самые, так называемые, погружения, вот. И Шантары – это действительно место, куда вот уходишь там не просто там по шею или по ноздри, а просто с головой проваливаешься, вот, потому что насколько все нетронуто, необычно, светло и чисто, с одной стороны сурово, а с другой стороны это, ну, это как-то, как-то вот, вот, вот что-то в душе задевает какие-то вот самые, такие, самые-самые какие-то вот тонкие струны, которые начинают звучать, потому что, ну, наверное, из-за того, что ты понимаешь, что удаление, на котором ты находишься от людей, оно просто, ну, ни с чем не сравнимо. То есть раньше, ну, я не знаю, где я еще бывал, где вот, вот это ощущение возникает, недоступности. Да, теперь. Значит, ходить по такому лесу, это просто, ну, не знаю, это, вот такое ощущение, что сейчас-сейчас или Кащей откуда-то появится, или Баба-Яга. Особенно, когда здесь вот солнышко выскочило, там осветило, а это самое, если вот солнышка нет, вот реально, и дальше там тоже будут снимки, где вот прям вот, ну, сказочный-сказочный лес. Везде очень много мха, вот, ну, вот на Алтае мы тоже ходили там на другую сторону реки, там, я всем очень рекомендовал там мхи просто по колено, идешь как по ковру, вот. Вот, но я же сразу, как говорится, не был бы я маршрутным специалистом по маршрутной безопасности, если бы не предупреждал, что, ребята, вот вы идешь там, что бы на тебе не висело там, ничего не гремит, идешь тихо просто как, вот, как призрак. Я всегда говорю, имейте в виду, если вы вот так тихо идете, представляете, как здесь мишка ходит, он вообще может вот так вот подойти вот в метре, его не услышишь. Берег выглядит, во многих местах выглядит вот так. Там, короче говоря, вот часто меня спрашивают, как выжить на Шантарах, присылают фотку, а там голый берег, скалы вот такие там, где-то там, там кустик, там кустик травы и так далее и тому подобное. Я всегда говорю просто, ребята, для того, чтобы, значит, немножечко, как бы, улучшить свое состояние, просто-напросто по береговой линии нужно пройти, потому что там валежника несметное количество, все реки его смывают в море, Охотское море, океан, и потом этот океан возвращает этот валежник на берег, он лежит вот такими вот, там, не знаю, там, миллионы кубов прекрасного леса, который просто там, из него можно и строить, из него можно, там, не то, что шалашик построить, там, можно дом отгрохать и топлива хватит, там, лет на сто. И вот такие, такие эти самые, такие вот завалы, они тянутся просто не то, что там на километр на два. И вот, да, это вот народ, когда сейчас очень модная тема мегалитических культур, там, и так далее и тому подобное, и когда смотришь, действительно, да, возникает вот это вот в некоторых местах прям там каменная окладка, вот ее прям просматривается, но на самом деле это естественное происхождение камней, просто они вот так вот выглядят. Вот, и штука в том, что, значит, на фотографии, и еще один нюанс, когда попадаешь вот в такие волшебные места, всегда вот, кроме того, что просто испытываешь какой-то прилив энергии, тебе просто там супер-супер это все нравится, всегда вот, ну, у меня, по крайней мере, так, всегда очень жалко, очень жалко, потому что всегда думаешь о близких, родных, любимых, и очень хотелось бы, чтобы рядом они были, чтобы вот это все увидеть, показать, потому что, ну, вот смотришь на фотку, ну, что фотка, ну, вот эти камушки, вот, но и тут же, допустим, масштабирования никакого нет, тут не понимаешь, какие это камушки, да, на самом деле эти камушки могут быть вот выше колена немножко, да, а вот дальше там, а могут быть эти же камушки, да, вот в такой же эстетике, а человечек там против них вот такой, и это просто вот удивительные такие, удивительные вещи, которые, ну, вот, собственно, этот берег, по которому мы гуляли, значит, пока нам не сказали, что киты пришли, а, так, во, ну, тут два слова, это, кто знает, это Саша Паль, есть такой артист, он вообще, конечно, замечательный человечек, вот, мы с ним, то есть он постоянно ходил возле меня, потому что я сказал, Саш, ты держись рядом со мной, потому что он, как только выгрузился из самолета, он подошел, прямиком подходит ко мне, говорит, ты гегельский, я гегельский, значит, слушай задачу, короче говоря, надо меня свести с медведем, говорит, я медведя никогда не видел, хочу вот так вот, я говорю, понял, а он парень такой, чуть-чуть безбашенный, вот, я его задачу понял, и я постоянно был рядом с ним, а он рядом со мной, потому что я его реально пару раз вот с медведем разводил буквально где-то метрах в десяти, вот, потому что на самом деле такие встречи, вот, как говорится, нос к носу, они ничем хорошим не заканчиваются, вот, но в конце концов увидели потом медведей, но с безопасного расстояния, поэтому я считаю, что миссия была выполнена на все сто процентов. Теперь, вот я хотел бы здесь немножко этот самый, там, значит, остановиться на каких моментах, вот, как раз на моменте экипировки. Вот здесь на мне есть две очень ценные вещи, то есть это такие две ключевые вещи, которые помогают, собственно говоря, находиться в дикой природе, при том при очень неблагоприятных условиях. Это низ, низ, там, флис, флиска, вот она, вот она здесь есть, эта флисочка замечательная, вот. Они есть с капюшоном, есть без капюшона, там, модель называется Эли Кэптайн, по-моему, ну, то есть я модели не все помню, но, тем не менее, как говорится, это вот эта флиска и, значит, и это самое, и вот Шторм-2, костюм Шторм-2, это мембранный костюм, вот я его практически сколько, ну, вот, я три, вот года три я его просто не снимал. Я его пытался убить, у меня не получилось. И там говорили, что, говорят, что это самое, что синтетика боится, боится это самое, искр и так далее. Там будут фотки, где я рассказывал, объяснял, показывал, как, там, разводить костры и так далее, непосредственно возле костра там, если там где-то, и там, ну, по крайней мере, я не помню, чтобы у меня там были какие-то дырки вообще. То есть я его юзал и в хвост, и в гриву, и он, с честью, не говоря уже о том, что эти места, шантары, да, там ветра просто вот как задует-задует, и при том это сыро, холодно, и, ну, скажем так, ну, выручал и просто по полной программе. Вот, это мы как раз на катамаране. А, на заднике там вот видно остров, а расстояние до острова там метров 20-25. А так вот молоко, просто сплошное молоко. А вот с высоты птичьего полета, с высоты птичьего полета в некоторых местах вот прибрежная зона выглядит вот так, видите, вот это самое, там есть завалы, заторы, заломы, это все древесина, то есть она выносится с этого самого, там, с гор, с тайги, выносится на берег, выносится в океан, а потом, там, иногда перепад, перепад воды, там, прилив-отлив до 11 метров. То есть вот это все поднимается и обратно туда заносится, и некоторые реки просто-напросто исчезают под этими заторами, там, на несколько километров. А, это вот, кстати, это самое, по поводу, по поводу камушков, по поводу камушков, по поводу пещер, гротов, то есть это вот практически весь берег, он вот такой вот выглядит вот так. А это озеро, это озеро, это самое, которое там рядом с базой находилось, очень живописное озеро, рыбы много, много рыбы, то есть мы там рыбкой объелись, что называется. Вот там база, вот эта база, а вот эта речка, которая вытекает, и вот, собственно, база, возле базы речка забита вот здесь вот древесиной, просто полностью забита, забита, но, тем не менее, и рыба, которая шла на нерест и отнерестилась, да, то есть она спускается вниз, а там затор, и она просто стоит вот, уже такая, полуубитая, и если сильно хочется, пришел, взял, покушал, все, то есть с рыбалкой вообще проблем никаких, но если это можно назвать рыбалкой, то это, потому что, получается, за едой ходишь, как в холодильник. Так, ну это я фотографировал там постоянно, вот, ну это, собственно говоря, вот борт, который нас транспортировал, то есть на бортах мы много, на Большом Шантаре одно время, достаточно долго там жил человек-отшельник, вот, значит, и буквально перед нами, пару лет перед нами он ушел с Шантара, потому что, а так он постоянно там жил, с Шантарами там тоже проблема какая, что когда был Советский Союз, там были погранзаставы, рыбнадзор работал, и как-то более-менее там охрана рыбных ресурсов, она как бы, ну не только и флоры, и фауны, она более-менее была на уровне, а потом, когда все это развалилось, тут-то в Подмосковье, вон, сколько появилось сразу этих самых всяких заброшенок и так далее, и там вот, а про Шантары-то вообще говорить нечего, это просто было отдано на откуп всем, кому не лень, и там на самом деле там жуткие вещи происходили в том смысле, что как бы, ну я имею в виду в смысле браконьерство, там просто-напросто целые флотилии заходили на Шантары, и там и краб, и рыба, там лохтаки, киты, и вот все живое там, оно просто зачищалось под порень. И когда это, по-моему, вот, боюсь ошибиться, по-моему, в 18-м году, значит, эта местность получила статус национального парка, значит, на Большом Шантаре появилась аж целая не погранзастава, а погранпост, появились погранцы, появились рыбинспекции, и, как говорится, сразу жизнь наладилась. То есть, по крайней мере, в таких масштабах браконьерство перестало, как говорится, наносить урон нашей природе. Вот, ну, конечно, вот я постоянно, наверное, буду повторять эту фразу, что передать словами это невозможно, потому что, ну, ну, что здесь, ну, там цветочки, там немножко дрова какие-то. То есть, фотография не передает запаха, фотография не передает вот этого ощущения утреннего тумана, да, значит, фотография не передает звук и тишину, в которой ты вот просто, в которую ты окунаешься. Так, это вот наша компания, наша компания такая развеселая. Вот, значит, были мы там 11 суток, забрасывались туда автотранспортом, выходили бортами. Да, вот теперь это самое, собственно говоря, это Наврангеля. Это вот я гуляю там, гуляю по этому самому побережку, и периодически это, а и гуляли мы это самое там с Сашей, с фотографом, и, собственно говоря, вот он первый кит, который там подошли киты, собственно говоря, подошли касатки, и уже, собственно говоря, началось вот это все действие. Но тут еще вот в чем штука. Есть случай, известный случай, ну, я знаю ребят некоторых, которые с группами добирались до Шантара, забирались туда в бухту Врангеля, значит, сидели долго ждали, сидели сутки, двое, трое, четверо, неделю, а китов так и не увидели. То есть тут еще, как говорится, остановить мгновение, это прекрасно, да. То есть очень много есть мимолетных вещей, которые как раз вот прекрасны тем, что немножечко такая рулетка может произойти, а может не произойти. И мы тоже, когда ехали, мы когда ехали, ну, переживали, что уж там говорить, что хотелось-то посмотреть этого побольше. А на самом деле получилось так, что нам как бы нам Шантары подарили там, такое подарили, ну, сейчас поехали дальше, расскажу. Вот это фотография с дрона, это мы как раз там от базы перебираемся, чтобы подняться на горку, осмотреть окрестности. То есть, в общем, топлива много, дров много. Вот это одно из самых сказочных мест, вот реально там этот самый такой ложок небольшой, который уходит туда в глубину, в тайгу, вот прям, ну, вот я говорю, это там вот, когда там был, одни ощущения были, а сейчас вот сложно перезагрузить. Вот реально вот стоишь и ждешь, что вот сейчас выйдет что-то такое вот, чего ты раньше не видел. Хотя взрослый человек, понимаешь и так далее. Ну, вот место, место, где вот, где живет сказка. Это вот береговая линия. Как это выглядит? То есть, при этом, при всем, вот, да, есть такая поговорка там, ну, ее там часто повторяют, там, она, типа, и в Карелии работает, там, и там где-то и на Кольском и так далее. На Шантаре это тоже распространяется. Если тебе не нравится эта погода, ну, подожди ты пять минут. Поэтому вот стоя на одном месте на протяжении пяти минут можно поймать вот такое зеркало и вот такие скалы, где там просто каждая деталька видна. А через минуту там вот просто-напросто, вот это вот между этими двумя кадрами, там, может быть, там три-четыре минуты. Просто мгновенно все происходит. Ну, а вот это обычная история, лахтаки. То есть, просто они настолько любопытны. Ну, наверное, за счет того, что у них такая анатомические особенности, это самое, вот, лица, потому что мордой это не назовешь. Там просто вот сидишь, никого не трогаешь, выныривает, вот из воды показывается вот это лицо, смотрит на тебя в упор, и вот в нем прям вот, прям вопрос написан, мужик, ты кто? То есть вот смотрит на тебя вот так там с трех, с пяти метров, и прям вот хочется заговорить. То есть, если это все снимать вот со стороны, реально можно подумать, что там у людей там крыша начинает подъезжать потихоньку. А оно на самом деле так и есть. Ну, ладно, я человек творческий, но там люди вот, допустим, вот в лес, который я показывал, люди ходят и вот просто люди разговаривают, а вот я край муха слышу, они начинают говорить просто как-то высокопарно, вот так вот прям с таким вдохновением. Начинают с лахтаками разговаривать, с пеньками мохнатыми начинают разговаривать. Это, ну, в общем, шантары работают на психику так, что мама не горюет. Это тоже заболоченный берег озера, но здесь не видно. Оно вот в этом месте, это место, где мы просто объелись морожки. Просто там морожки, то ли я нигде не встречал такое количество морожки, как на шантарах, к сожалению, как бы то ли некогда было, то ли не успел. А это остров Птичий, собственно говоря, какой-то из берегов острова Птичьего. Ну, а это, собственно говоря, наш кемпинг. То есть это две большие палатки, ну, я дальше покажу, а там внизу вот палатки поменьше. Это здесь там столовая, кают-компания, где мы обычно размещались вечером. Вот там беседы беседовали, чаи гоняли. А, так вот этот бережок мы уже видели. А вот, собственно, подходят киты. То есть для понимания, вот для понимания, как это происходит. Ну, это еще далеко. Вот на берегу, вон, видите, стоят, вот там стоят наши, так, где тут, о. Вон там стоят наши катамараны, вот это наши палатки. А вот это на берегу вот люди стоят, да, а вот это киты. То есть и вот это движение, вот это движение, оно может происходить часами. То есть вот киты подходят, они занимаются своими делами. Они на нас вообще никак не реагируют. Вот, ну, я там расскажу. А, кстати, ну и, естественно, я был бы не я, если бы, там, допустим, не организовывал, там, вот эти вот самые мимолетные мероприятия, где там какие-то вещи показывал, рассказывал, как добыть огонь, а как правильно, там, допустим, как правильно сделать, там, то, что называется шведская свеча, да, или деревянный таганок. То есть это все у нас там было, как говорится, в больших количествах. Вот, и, собственно говоря, обратите внимание, опять же, тот же костюм, шторм, я вот в нем ползал там по камням, иногда на заднице там съезжал там по 10-15 метров. То есть вообще я думал, что он не выживет там и трех дней. Нет, он еще после того отработал у меня еще на Кольском, отработал, отработал он еще у меня на плато Путорана, отработал он еще на плато Анабар, вот. И то я его отдал только потому, что он меня достал, надоел, я второй комплект взял. Ну, это понятно, это вот жители там есть, которые, которые очень любопытные, они постоянно подходят на берег, там, их действительно много, они там постоянно носятся, то есть они все равно главные. Они все равно главные, следов много там, периодически идешь там, допустим, по тайге, короче говоря, там смотришь, ну, прям набитая тропа, прям, ну, вот, тропа-тропа. Да, только люди там не ходят. А тропа вот шириной там 2 метра и глубиной где-то до метра, просто, ну, траншея практически. Вот, на самом деле это вот, вот эти вот местные там тусуются туда-сюда. И это как раз вот тот случай, я когда говорил про это самое, про Сашу Паля, это вот я водил, показывал ему эти тропы, короче говоря, и он там все караулил, караулил кого-нибудь из этих товарищей, но, слава богу, слава богу, так никто и не вышел. А, вот это крутой момент, я так думаю, что мы были первыми. То же самое я там ребятам организовал. Ну, в основном, для понимания, почему я в эту группу попал, потому что, на самом деле, там группа была из блогеров, рестораторов, значит, журналисты, фотографы, скажем так. Ну, то есть, такой контингент достаточно, ну, нельзя людей, конечно, назвать такими совсем уж диванными-диванными. Нет, люди там, все, кого вы там видели, они очень много путешествуют и так далее. Вот, но на самом деле это был вот аттракцион еще из тех, когда я организовал прямо на берегу, это, наверное, была самая, я не знаю, северо-восточная, самая северо-восточная баня под этим самым, под полиэтиленом. Мы прямо на берегу, на Большом Шантаре, там, значит, организовали баньку, поставили этот самый каркас, накрыли его полиэтиленом, проклеили скотчем, рядом там разложили костер, накидали туда камней, заносили эти камни в баньку и вот полночи там, короче говоря, народ туда заходил, выходил. Ну, это было удивительно, что в таком месте и вдруг на тебе баня. Вот, ну, это, вот это понятное дело, это не я снимал, это ребята мне присылали вот эти все, вот эти все фотки там. Ну, были, конечно, там, у нас было штук 5 или 6 дронов, короче говоря, ну, и были ребята, которые там профессионально делали фото. А, вот это наш табор, собственно говоря, он выглядит вот так вот. Вот, Егор, ну, дело в том, что вот Мамонт, компания Мамонт, да, значит, она славится тем, что делает гастротуры там, короче говоря, ну, то есть, и всегда в любой экспедиции присутствуют не просто профессиональные повара, а в чем-то там, вот, лучшие повара, там, вот, Егор, он тоже там, скажем, лауреат там каких-то конкурсов, то есть, он не простой повар, а там, шеф-повар одного там из ведущих, ресторанов Владивостока, вот, суши, где там, я не помню, как это называется, но фишка в том, что он, например, там, из ламинарии, из морской капусты, там, из огурцов, может, там, такое блюдо сочинить просто-напросто, да, что сидишь, это поглощаешь просто там в сумасшедших количествах и не понимаешь, как ты раньше до этого жил без вот этого всего, потом домой приезжаешь, пытаешься это найти в магазинах, находишь что-то похожее, приносишь домой, вроде и рецепт тот же, и название продуктов те же, да, вот, но кошаки разбегаются в радиусе километра, потому что это даже на нюх невыносимо, а там это все просто, ну, волшебно, в общем, вот, ну, я, сами понимаете, я специально, как бы, не демонстрирую там некоторые деликатесы, которых там, мягко говоря, много, вот, теперь по поводу китов, вот, сейчас будет там несколько интересных фотографий, там вот, это, собаку зовут пират, это наш постоянный был, как бы, этот самый, постоянный наш сопровождающий, и он очень часто, особенно меня выручал, потому что я-то с собаками, я в свое время с собаками жил, в том смысле, вот, на Ямале там достаточное время жил, я жил в стойбищах у хантов, у ненцев, короче говоря, мне очень нравилось спать в, это самое, в оленьих шкурах, обложившись с собаками, это, это просто, вот, самое, 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 что называется, такое развлечение, поэтому с собаками у меня всегда такой общий язык я всегда находил, и с пиратом мы тоже очень быстро подружились, короче говоря, и я по его ушам очень быстро вычислял, где, что, когда, сколько, куда и так далее и тому подобное, то есть это был вообще мой потрясающий помощник. А вот кит вблизи, сейчас я немножко сейчас, а вот косаточки подошли, да, там видно, что это самое, то есть это все вот просто гуляя по берегу, вот, это не где-то там далеко-далеко, а это вот прям гуляя по берегу, можно периодически там наблюдать вот такие вот картины, когда совсем близко подходят косатки, вот, то есть вот эти все, вернее так, многие вещи, это я фотографировал на мобильный телефон, то есть там идешь, раз, чем что-то увидел, пока доставал, все, уже нету, то есть голый берег, спокойная вода, а только что было шесть китов, вот прям вот так вот, они раз там поднялись, опустились, все, поэтому вот в этом еще есть такая, как бы, прелесть заключается в том, что что-то успел поймать, что-то, да, то есть если вот убрать человечка, если убрать человечка, то в принципе вот непонятно-то, вот по поводу размеров, какие там, как бы, как это выглядит, то есть камни, да и камни, но вот постоянно вот такой туман стоит, такая дымка, иногда она бывает гуще, иногда ее немножко сметает, а вот про катамараны спрашивали, да, это вот, собственно говоря, вот это судно, которое, как бы, оно очень такое, очень хорошее мореходное свойство имеет, то есть вот, собственно говоря, мы, нас загружалось на этот катамаран где-то, ну, до 10 человек, вот, вот, и как говорил Антон, капитан вот этого катамарана, он как, в конце уже мы когда выгружались, он говорит, ну, в принципе, говорит, вам повезло, говорит, волн выше 4 метров не было, дождь больше, чем сутки не лил, значит, ветра больше 25 метров в секунду не было, слушайте, вам повезло, а темпер, это август, это вообще-то 2 августа, это мой день рождения, это я себе день рождения такой, но я день рождения, в прошлом году Алтай, в позапрошлом тоже Алтай, там, постоянно такой, ну, август, ну, вы знаете все, что август самый продуктивный для пешеходов, для туристов самый продуктивный месяц, то есть в августе везде хорошо, поэтому я постоянно где-то, и это у меня вот тоже был такой август, вот, а температура, температура вот на Шантарах, вот эти 10-11 дней, пока мы там были, она гуляла в пределах там где-то, по-моему, самое высокое было плюс 14, а так вот так 7, 8, 10, хорошо, 14, это уже, ну, прям хочется раздеться совсем-совсем, вот, а катамараны, да, действительно, очень хорошие такие, хорошее плавсредство. Сколько шли катамараны? М? Сколько шли, ну, шли, сколько катамараны? Какие расстояния покрывали? Больше 100 километров, там 100, 120, по-моему, самый большой переход был. Какая времени? В местах, где там, где-то пожары были, где-то там, это самое, где-то, где-то лед, значит, это самое, подвижки льда были, это самое, ну, просто вот фантастические картины бывают, но это я, опять же, это я фотографировал, поэтому, ну, вот сейчас вот смотришь, ну, и что там, ну, деревья, ну, еще, но этого вот всего вот поля, и оно, там, солнце садится, такие всякие мистические картины, ну, и, естественно, не обошла, не обошла стороной эти места не только Великая Отечественная война, там, и еще в Гражданскую, значит, вы, там, пытались высадиться иностранные интервенты, то есть, как бы, шантары, они, ну, скажем так, также являлись в свое время ТВД, театром военных действий в разные, в разные годы, в разные, в разные войны. Вот, а вот это, кстати, я периодически, когда вот с такими вещами сталкиваюсь, то есть, я всегда это фиксирую, там, значит, и стараюсь донести, вот эти фотки я с комментариями выкладывал на туристических форумах, почему? Значит, вот это я нашел на достаточно удаленном, ну, достаточно удаленное место от любых там, ну, туристы на Шантарах бывают, ну, очень мало, да, но, тем не менее, там, допустим, когда ходишь, 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 там, допустим, ушел, там, на 30 километров, 40 километров, и находишь, допустим, разорванную в площади опалатку, при этом, при всем там, понимаешь, что не то место, где ее ветер мог так и взорвать, допустим, да, понимаешь, что там что-то, что-то случилось, что-то произошло. Но я отработал этот квадрат, там, где-то 50 на 50, там, человеческих останков не обнаружил, но, тем не менее, там обычно, ну, так принято, что, когда вот такие вещи находишь, всегда нужно ставить в известность тех людей, которые там, ну, которые могут там, допустим, передать информацию дальше, потому что, ну, знаем, что очень часто бывает так, что пропадают и отдельно взятые люди, особенно одиночки, кто в одиночку путешествует. Я, кстати, один из таких, я очень люблю в одиночку ходить, да, вот, а бывает там целыми группами люди исчезают, а Шантары – это такое место, что там, если кто-то пропадет, там же никто искать не будет, там искать некому. Не, ну, сейчас, как бы, все эти службы, они более-менее отлажены, а, скажем, там, 10-15 лет тому назад, ну, это посвежее было, это где-то 3-5-летней давности на момент фото. А, и плюс к тому, вот, вокруг вот этого места очень много медвежьих троп. Вот, поэтому, ну, и вам, соответственно, рекомендую, когда, ну, бывает так, что, знаете, бывает так, что я просто много участвовал в спасательных операциях, бывает так, что вот люди, там, допустим, поисковики, пропал человек, турист там, не турист, грибник, ходили, 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 а потом случайно шел человек, пробирался там, переходил с тропы на тропу, проходил через какие-то кусты, нашел останки, мимо которых там, 10 раз прошла группа, бывает такое. Вот поэтому на таких вещах всегда нужно фиксироваться, всегда это каким-то образом отмечать, координаты и так далее и тому подобное. Потому что на самом деле, я правда не нашел никакой информации, что на Шантарах с такой-то период кто-то пропал, трагически погиб. То есть такой информации у меня не было. Но тем не менее, я это где можно, я это разнес. Ну, тут знатоки понимают, что это следы присутствия медведя. Ну, я просто опять же, я шел, перешагнул, вот там дальше, вот тоже там след человеческий, а тут медвежий. То есть, грубо говоря, но это след человеческий уже после того, как медведь прошел. А на самом деле, судя по размеру следов присутствия, там мешание такой достаточно упитанный, килограмм под 300-100 кудов. Вот, то есть там хорошие медведи, там хорошая кормовая база, хорошая кормовая база. И они так, да, такие ребята, ничего так. Вполне себе, да. А это местные работники заповедника, вот с которыми мы кита спасали. Вот, и сейчас, я так понимаю, там здесь вот должна вот эта эпопея быть. Ну, да, это острова, острова вокруг и сами шантары, вот острова, они выглядят вот так вот примерно, это 90% времени. Кстати, по поводу отливов, приливов, я впервые на Шантарах, и именно вот в этом месте, столкнулся с такой скоростью прилива. То есть, там вот перепад, настолько быстро происходит прилив-отлив, и перепад настолько большой, да, что вот когда стоишь вот здесь вот у этих камней, да, мимо тебя просто несется горная река. Просто, вот реально горная река. То есть, там вот скорость движения воды там, ну, никак не менее 30-40 километров примерно в час. То есть, там просто вот, если, не дай бог, вот не зная, да, не зная, где-то в эту струю попал, вот почему шантары еще, знаете, да, шантары еще называют там русским бермудским треугольником. Вот из-за этого явления в том числе. То есть, ты можешь идти на том же катамаране, вот местные ребята, они все эти фишки знают, да. А вот кто не знает, там в том числе вот байдарочники, там катамаранщики и так далее, то есть, вот идет совершенно по спокойной войде вдоль берега, выходишь из-за острова, а там отлив идет, да, и просто цепляет вот как пушинку, и по камням, ну, там просто выжить нереально. Вот нереально выжить, потому что я смотрел, смотрю, вот мимо несется бурляшский поток. Хотя, в принципе, море. То есть, и, кстати, вот я впервые с этим стал, знал об этом явлении, но чтобы увидеть, как это вот так, вот прямо вот, вот оно, это вот было впервые, действительно, и впечатляет. На Большом Шантаре, там при содействии известного путешественника Федора Конюхова была построена часовинка, собственно говоря. Значит, а это погранцы, на Большом Шантаре, там погранпост. И как-то, как раз так сложилось, что вот мы туда попали, мы туда попали, когда только-только открылось небо. А до того, до того, а, и там, по-моему, что же там горело? Короче говоря, где-то, не помню, по-моему, Уссурийская тайга горела страшно, и все МЧС, все вертолеты были задействованы там, и это самое, мы погранцам даже там немножко помогли с продуктами, потому что у нас реально продуктов было, а к ним вертолет там не залетал, там, короче говоря, два или три борта пропустили, потому что все борты там вывозили гражданское население, ну, короче, как говорится, что называется, гражданским нужнее, да. Вот, и поэтому мы с ребятами там очень сильно подружились, вот, потому что, ну, там где-то километров 15 к ним и обратно, вот мы к ним ходили туда в гости, они к нам приезжали, мы общались, но факт тот, что это вот так вот, там мы с ними раззнакомились и разобщались. Ну, вот это, вот это фото делал Серега Доля, есть такой путешественник и фотограф, замечательный человек, то есть фишка в чем, я знаете, почему говорю, что фотографы, они немножко эти волшебники, вот эта фотка, да, ну, видите, небо такое, более-менее там, облачка рассосались и так далее, но я помню, когда он делал это фото, да, вот этого вот не было, то есть это он уже по приезду, значит, вот эти все штучки-дрючки там, короче говоря, потому что я какую мысль пытаюсь донести, что вот этой красивой скалы в тот момент, когда Серега ее фоткал, я не видел, я ее увидел потом, по-моему, через два дня, когда солнце было, вот было солнце, да, эта скала была такая, а когда мы первый раз к ней подошли, серо-сыро, ничего там такого не было, а вот фотография, фильтры делают чудеса, реально, а вот, вот, вот исходник, а и что касается вот этого самого, что костюма Шторм, собственно говоря, я из него не вылезал, когда было холоднее, я там два флиску и прямолофтовую жилетку поддевал, а когда было потеплее, просто на термобелье сверху, вот там термушка есть такая же, вот на термуху сверху и было просто суперкомфортно. Значит, два случая я расскажу, вот, получается, я как бы про китов оставлял на это самое, ну, не получилось, да и не получилось, значит, потому что на самом деле на Шантаре стоит ради того ехать, чтобы посмотреть китов, да, как это там, ну, потому что можно вот так вот на них смотреть, и, собственно говоря, то, что касается китов, значит, самое первое, что они нам показали, это как они живут, как они, значит, было дело так, подошло там полтора десятка китов, следом за ними подошло полтора десятка касаток, и касатки начинают вот кружить вокруг китов, дело в том, что касатки, они охотятся только в чистой воде, а там бухта, она просто вот очень чистая, и вот касатки начинают кружиться, кружиться, кружиться вокруг китов, короче говоря, и в результате, значит, выбирают там самого, там, небольшого кита или самого больного, отбивают его от стаи и начинают вокруг него кружиться. Значит, и понимаешь там, допустим, когда видишь, что вот здесь 15 касаток, а здесь один кит, вот рядом это все происходит, понимаешь, что сейчас увидится кровавое месиво, там сейчас будет вот это все, и там уже начинаешь переживать и так далее, на самом деле происходит следующее. Кит спокойно просто подходит к береговой линии, упирается головой в берег и просто начинает своим хвостищем вот так вот работать. В результате с ила поднимается грязь, и он создает вокруг себя тучу, а он хвостом махать может очень долго, и он машет, машет, касатки ходят, 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 и в конце концов, вот я часа полтора сидел, они вот круги нарезали, а он просто вот лениво так себе, там, уперся в берег так и хвостом, в конце концов касатки ушли. Вот, это первое. Второе, был случай, когда, вот я не знаю, может, вы слышали, не слышали, вот это как раз, какой это год уже был, я не помню, короче говоря, когда мы были на Шантарах, и что-то, ну, вроде все уже увидели такие, ну, давайте собираться уже домой, короче говоря, вот, и во второй половине дня там уже ребята палатки начинают собирать, там закругляются, там, значит, какие-то финальные фото делают, вот, и тут вдруг наблюдаем следующую картину. Идет кит, вернее, китенок, он небольшой, ну, как небольшой, там, махина такая, что, мама, не горюй, значит, там в море, из моря, значит, в Шантар заходит такой пролив, значит, и в этот пролив заходит кит, а я говорил, что это самое, что, этот самый, что, ну, прилив, отлив работает там очень быстро, да, он заходит в этот пролив, короче говоря, в это время происходит отлив, и в результате он попадает в огромную лужу, в небольшое озеро, да, ну, это все есть там на фотографиях, конечно, но ничего, а, вот, тут как раз это удобный повод для того, вы знаете, что, заходите ко мне в Инстаграм, там это все есть, я туда выкладываю постоянно вот эти все вещи, а, ну, это давно дело было, но если кто-то, это самое, кто, если кто обозначится, я обязательно пришлю эти фотки и ссылочки, потому что там реально, там, я вот прям с этими, со схемками, как этот кит, и, короче, кит зашел, оказался в этой луже, да, значит, вода ушла, и он оказался в этой луже, и в чем заключалась эта фишка, что это самое, кит, у него очень большая масса тела, да, и когда количество воды падает, он своей массой тела начинает сам себя давить на свой же скелет, понимаете, в чем опасность заключается, вот почему киты, когда выбрасываются и так далее, они погибают от того, что ломаются, просто скелет разрушается, все, и даже когда уровень воды поднимается, да, он уже ломанный, весь переломанный, его очень быстро хищники убивают, вот, и у нас на глазах это стало происходить, но, к счастью, произошло это следующим образом, что вода не опустилась до такого уровня, чтобы его скелет начал разрушаться, да, значит, но была опасность, и она заключалась в том, что, значит, вот это дыхание, через которое он выбрасывает фонтан, и глаза, они находятся над поверхностью воды, они очень быстро подсыхают и начинают трескаться, и вот мы, собственно, всю ночь поливали кита ведрами, подплывали на нем, короче говоря, на катерах, ну, там достаточно неглубокое место, подходили в вейдерсах, по очереди установили, ну, дежурство, и, короче говоря, ведрами поливали кита, вот, ну, махина такая, что, ну, естественно, старались заходить со стороны головы, потому что там, если он хвостиком хлопнет один раз, там мало никому не покажется, если попадет, то прибьет, а он же еще хвост, когда выдергивает, там, он просто на берег может выбросить там очень легко, вот, и, собственно говоря, а у нас же там были блогеры, там Саша Кондрашов был, Серега Доля, вот, они сразу по тураям, там, по всем делам выложили это в сеть, короче говоря, и там, как давай там нам наяривать, и получилось так, чтобы в программу время попали, что вот туристы там, а кто-то еще не понял, какая-то программа, что туристы напали на, а, туристы загнали кита, а второй канал там, что какой-то другой канал, наоборот, туристы спасают, а там, типа, да нет, это браконьер, ну, как мы любим, короче, все тут это самое, так мы это все читали потом, когда вернулись на материк, а тогда просто, вот он кит, он попал в беду, надо что-то делать, вот, а когда вышли оттуда, там, там чуть этого самого зам, зам руководителя национального парка, там, по-моему, его даже, по-моему, то ли сняли, то ли наказали, потому что не, ну, информация первичная прошла, и не поняли, что, что, что случилось, что, как бы, в их присутствии, вот палатка Алексика, вот эта большая, которую я показывал, это же там ребята из национального парка, и мы здесь, и получилось так, что мы тут, типа, чуть ли не кита загоняем, чуть ли не браконьерничаем, у них прям на глазах, вот, ну, потом разобрались, там, вроде, все, правда, восторжествовало, потому что мы вместе с ними, вместе с ними, там, плавали на их же катерах, потому что у нас-то катамараны, они тяжелые, а у них легкие лодки, мы на лодках подплывали, там, этого кита спасали, потом, значит, на следующий день, значит, уровень воды стал подниматься, значит, вода поднялась, он, значит, тоже поднялся, там, немножечко потусовался, потусовался, и благополучно ушел через вот этот перешеек, а там полностью просто перешеек, ну, непроходимый, и он через этот перешеек снова ушел, там, короче говоря, в море, но это было, это было круто, реально, то есть, это, это я к чему, что, вот, мы рассчитывали, там, получить вот столько-столько, а нам еще и вот такое вот приключение. Ну, вот, собственно говоря, дорогие друзья, спасибо вам огромное, ну, и я хотел бы еще раз акцентировать ваше внимание на том, что для посещения таких мест нужно хорошо экипироваться, вот, и это самое, вот, мои друзья, компания СПЛАВ, они сейчас вообще просто красавцы, молодцы, они хорошие вещи делают, там, хорошие термосы делают, то есть, вот, я с таким термосом хожу, значит, сейчас фастбойл у них очень хороший, значит, вот, у меня был джетбойл, джетбойл, ну, настоящий, америкосовский, там, я его, когда купил еще один из первых, там, ну, народ, там, вот так вот делал, что, ну, купил бы, там, не знаю, там, поддержанный Opel, зачем тебе фастбойл, ну, зачем покупать новый, вернее, зачем покупать новый фастбойл, этот джетбойл, если можно купить поддержанный Opel, а я же купил, и он у меня, ну, он у меня отработал, этот джетбойл долго работал, и уже там немножко оплавленности появились, сейчас я у ребят вот купил этот фастбойл, который они делают, он очень достойно работает, я очень рад, то есть, есть много вещей, которые, допустим, ну, очень помогают в путешествиях, вот, собственно говоря, поэтому, что я могу сказать, приходите ко мне в Инстаграм, вот эти все шевроны, это шевроны Школы Выживания Частной Рождественской Компании, значит, зовут меня, еще раз напоминаю, Олег Гегельский, значит, Инстаграм у меня называется Вестигатор.Инфо, приходите ко мне, давайте дружить аккаунтами, да я везде есть, в Фейсбуке есть, набирайте Гегельский, там, миллион страниц, а? Вконтакте есть, просто вот основной инструмент, это Фейсбук и Инстаграм, ну, а контакт я поддерживаю, потому что тоже очень много друзей у меня, вот, приходите ко мне, заходите в сплав, когда есть свободное время, и если я, бывает так, что я не отвечаю месяц, два, три, это не подумайте, я не забухал, не обиделся, это я где-нибудь, вот, ребята видели, да, значит, стоит глэмпинг, я где-нибудь в шалаше между медведями и туристами, но там связи нету, от слова совсем, никакой, поэтому, поэтому пишите, звоните, всегда рад буду слышать, спасибо еще раз за то, что Вы есть, да, давайте будем дружить.